АЛАМЕРТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Но перед тем как мы начнем, хочу напомнить вам о проекте наших друзей с проекта Сирус, где вы сможете бесплатно поиграть в World of Warcraft. С каждым днем игроков на нем все больше, и это не удивительно, ведь это самый увлекательный и проработанный кастомный сервер по World of Warcraft. И после ухода Близзард с российского рынка все переходят на него. Помимо оригинального контента Гнева Короля Ильича, на проекте реализованы подземелья и рейды дополнения Burning Crusade. Также на Сирусе много союзных рас, а недавно вышли Озаренные Дренеи и Зандалары, Арена 1х1, 2х2 и Салока, новые локации и многое другое. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и залетайте вместе со мной на Сирус. Начнем, пожалуй, со времен Войны Древних. Когда Легион впервые вторгся на Азерот, его возглавили Властитель Преисподнима Народ и один из самых сильных эридаров Архимонта Сквернитель. Их войско прошло по империи эльфов волной смерти и разрушений. Огненные демоны раскалывали небеса и обращали в руины города. Хотя Монарод сражался с особой свирепостью и уничтожил тысячи эльфов, на его пути встал полубог Кенарий, хранитель лесов и покровитель друидов. Он и его последователи сумели одолеть Монарод и отправить его обратно в круговерть пустоты, когда был уничтожен колодец Вечности. Да, Властителю Преисподним было не по зубам столь могущественное и непобедимое создание. Однако, все эти 10 тысяч лет он накапливал силы и жаждал отомстить Кенарию. Это можно понять и из диалога Монарод и Повелителя Ужаса Тихонрия во время второго вторжения Легиона. Ясень в лес. За 10 тысяч лет я так и не смог забыть это проклятое место. Это обитель нашего извечного врага, полубога ночных эльфов Генария. Да, Владыка Архимонт приказал уничтожить Кенария, прежде чем мы начнем вторжение в Калимдор. С каким удовольствием я встретился бы с ним лицом к лицу, но он хитер и предпочитает держаться в тени. Да, по словам бывшего дизайнера уровней Дэйва Фрайда, действительно планировалась эта дуэль. Причем играть мы должны были за самого Монарота. Заметьте, за него можно сыграть, он имеет высокие характеристики и полный комплект способностей. Да даже в моем недавнем видео с экспериментами над искусственным интеллектом Орки убивали его 100 лет. Этот бой должен был состояться в главе с Источником. Сценарий был примерно тем же, однако Монарот не появлялся лишь в конце главы в катсцене, а был полноценным участником сражения, желая лично убить Кенария и отомстить за свое поражение. А Орки Скверны во главе с Громом должны были ему помогать. Точно не ясно, какой жанр должен был быть у карты, то ли стандартное развитие, то ли моба вроде Доты, однако на 100% ясно то, что по сюжету Монарот должен был лично убить Кенария. Однако в конечной версии от этой идеи отказались. Близзард хотели сделать акцент именно на линии Грома, на его падении, иначе бы Монарот просто перетянул все внимание на себя и драма Адского Крика была бы более блеклой. А так нам дали понять, что настоящим трусом как раз таки остался Монарот, и как говорится, в крысу решил замочить Кенария. Также нам это показывает, что сила Скверны поистине ужасна и способна одолеть самого полубога. И Орки, сами того не понимая, стали свирепыми слугами тех, кого хотели уничтожить. Демоны поработали на славу. Вы теперь столь же безумные и кровожадные, как и они. Мы Орки, и мы свободны. Это вы сами так решили. Чтобы вы про себя не думали, вы ничуть не лучше той зловонной желчи, которая течет по вашим жилам. А как вы думаете, правильно ли сделали Близзард, дав убить Кенария Грому и его клану? Или же вам хотелось увидеть легендарный реванш Монарота? Обязательно пишите об этом в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал. Вы только посмотрите до 100 тысяч подписчиков, и галочки осталось чуть больше 4 тысяч подписчиков. Всем огромное спасибо. Также подписывайтесь на телеграм-канал, и при желании можете поддержать канал на бусте. А сейчас я вам покажу бой Кенария и Монарота в редакторе Варкрафт 3. И мы все же выясним, кто сильнее, так что не спешите выключать видео. Почему-то в редакторе у Монарота стоит тип атаки пронзающая, поэтому он ничего не может сделать Кенарию. Видимо, это сделано для баланса, с учетом того, что с хаос-атакой будут Орки. Однако мы все же поставим хаос-атаку самому Монароту и посмотрим результат. А с вами был Аламерт, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok